привет друзья в этом видео покажу вам сосуд маринали как пользоваться что это такое как выглядит размеры все это вы увидите покажу на практике как жидкости правильно мерить как сухие вещества значит и также если кому нужно обращайтесь даже если кому за советом нужно пишите в комментарии под видео либо мне на почту она есть в описании под видео я вам отвечу подскажу помогу совершенно бесплатно и если кому нужно приобрести то также подскажу где это можно сделать в любой стране где вы в этом не находились или можете у меня взять также если надо что-то измерить можете присылать мне все пробы я мере абсолютно всем людям бесплатно провожу спектрометрический анализ в гамма спектрометре сосуд маринали это вот такая емкость из пластика вот это конкретно у меня заводские они лятые формы выливались на заводе в общем прессованные вылитые формы из пластика из прочного пластика по пол-литра каждая делали специально для гамма спектрометру вот эти сделаны вообще по госту для государства были прошли технический обязательный контроль и делались для проверки там на агрофирмах агро рынках продукта питания что из себя представляет сосуд маринали это цилиндр из пластика прочного наверное abs пластик может другой еще более прочный не знаю какой цилиндр вверху у него нет верха то есть вертикально он вот так вот устанавливается в таком положении верху у него срезана крыша вот можно одевать сюда например крышку какой-то но она срезана не должно ее сплошной быть дальше внизу есть дно герметичное полностью без без разных дырок внутрь не попадает полностью герметичное дно и в дне выдавлен вот такой цилиндр внутрь отверстие правильный цилиндр внутрь этот цилиндр внутри имеет вот там дно или если так смотреть крышу вверх цилиндра также запаян полностью все герметично для чего это служит здесь конкретно в этом вставляется кристалл сюда блок детектирования с кристаллом с интелляционным это сосуд маринали рассчитан на кристаллы 40 на 40 миллиметров и меньше любой подойдет больше кристалл сюда максимальный кристалл который сюда можно всунуть вместе со спектрометром сейчас скажу вот его диаметр этого отверстия 54 миллиметра то есть максимальный размер кристалла который сюда вы можете засунуть 54 миллиметра больше кристалл не влезет конкретно в этот сосуд маринали значит по размерам быстренько я вам покажу что времени затягивать значит и диаметр наружный сосуда маринали 11 с половиной сантиметров внутренний диаметр 11 сантиметров стенки вверх по два с половиной миллиметра толщиной но здесь есть каемка выступ один миллиметр выступа то есть здесь стенки уже два миллиметра толщиной идут вдоль всего а каемка вверху два с половиной миллиметра толщина дальше высота цилиндра 86 миллиметров и внутренний диаметр этого отверстия говорил 54 миллиметра и здесь еще есть такое сглаживание вот для удобства вот видите его мерять нет смысла но для удобства состоит и глубина глубину померяем следующим образом вот так вот вот так что у нас здесь показывает измеряем сколько глубина 53 миллиметра глубиной то есть 53 на 53 кристалл сюда легко помещается если поймете так все это показал что еще вам сказать используется он для спектрометров для гамма спектрометров дата спектрометров альфа спектрометров нейтронных спектрометров для определения радионуклидного состава пробы которые вы сюда залили или засыпали и для вычисления удельной активности этой пробы объем здесь ровно пол-литра это заводские сосуды marinelli они рассчитаны вот здесь объем если залить полностью ну наверное не полностью немножко оставить место без верха к верху то пол-литра сейчас мы это измерим я вам покажу объем 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 пол-литра покажу потому что надо вам показать как правильно им пользоваться значит так вот у меня есть четыре штуки таких если кому нужно обращайтесь в украине можно приобрести или обращайтесь я вам подскажу если в другой стране где вашей стране можно такие найти какие у вас варианты я вам все это бесплатно подскажу давайте кофе сейчас засыпем будем мерить еще момент покажу вот этот например у меня подплавлен что-то горячее залили наверное борщ и суп горячий что-то и здесь вот есть следы что-то горячее засыпали и она приплавила немножко пластик ведь и не знаю что именно горячее можно было сыпать сюда и он там также следы от горячего что-то горячее засыпали какой-то крупу не знаю что и мерили немного подплавили это никак не влияет она полностью герметично из толстого пластика прочного ну вот показал вот такие товарный вид если кому в музей то так некрасивый лучше брать целенький чистенький вот такой вот есть еще вот такой у меня с трещинами здесь три трещины вот одна трещина где-то вторая его трещина его третья трещина ни на что они влияют абсолютно их можно заклеить клеем можно скотчем заклеить с этой стороны и даже можно жидкости внутри заливать ни на что не влияет только товарный вид и ваши эстетические удовольствия почему не влияет потому что заливать сюда жидкости засыпать напрямую нельзя потому что сосуд не дешевая вещица и они их сложно найти купить нельзя их каждом магазине пойти супермаркете приобрести потому и вы можете их загадить радиоактивными веществами теми которыми меряете или чем-то жирным грязным и так далее потом не отмойте потому делается так берется чистый пакет целлофановый обычный тонкий и вставляется внутрь все и засыпаете туда пробу то что вам нужно мерить давайте сейчас засыпем вот кофе вот у меня есть кофе это не реклама это я сам пью такое кофе это аналог якобса но это за границей везут завозят украину я перепробовал все существующие в украине так как я кофе пью часто то вот это по содержанию кофеина максимальный здесь концентрации не буду говорить сколько здесь миллиграмм чистого кофеина грамм кофе вот засыпали и вот так вот по бокам вдавили пару раз все кофе зашло полностью все щели заполнила все все полностью и покрыла кристалл внутренний сентиляторный и сверху и по бокам полностью со всех сторон и все и отправляйте в спектрометры замерять после этого вы замерили и вы без всякого мытья геморроя просто берете пакетик связали достали и у вас все кофе оказалось в пакетике все а сосуд как был чистый так и остался вы все измерили супер потому надо сыпать вот сюда внутрь все потому трещины не помеха жидкости как мерить показываю как мерить жидкости устанавливаете также пакетик один и желательно еще один два пакетика потому что у вас может где-то быть бракованный либо иметь какую-то дырку и протечет ваш супчик на сосуд маринели будете потом открывать его хайре от жира а так вы взяли два пакетика это надежно все будет окей все вот так вот поставили пакетик и сейчас как раз проверим какой объем реальный этого суда маринели вот у меня здесь 250 миллилитров воды как вам показать вот вот метка 250 миллилитров воды вот эта метка не могу вам так показать не будет видно а вот видно вот она метка на 25 литров если ставим горизонтально вот четко по эту метку заливаем и заливайте смело не бойтесь потом еще я набираю 250 миллилитров отдельно чтобы мы знали точно вот ровно 250 набрал фокус есть есть фокус все или с этой стороны лучше видно ровно 250 миллилитров воды и заливаем еще получилось пол литра вот как я и говорил пол литра это не еще сантиметр от верха есть свободное место чтоб когда вы несете к спектрометру вы не разлили вот это все дело вот вода плотно прижала как видите пакет к кристаллу дну сосуда маринали можете если хотите ложкой еще или вилкой вот так внутри там по прижимать воздух по выпускать много там нет необходимости вот если там остался у вас воздух у меня не осталось почти и вот таким вот методом делается проба и сосуд останется чистым сейчас вам это покажу смотрите вот залили как видите пакет полностью прижался под давлением воды потому и пакет не влияет никак не тормозит гамма-излучение и бета тоже не тормозит практически бета вы не зафиксируете так через пластик так что это для гамма спектрометра вот я уже ковырял ковырял и уже где-то дырочку сделал теперь смотрите проверим пол-литра было было вот пол-литровая банка сейчас ее наполним полностью ну вот сосуд чистый банка почти полный сантиметр отверху это нормально так и должно быть это честных пол-литра вот достаем и как видим сосуд полностью чистый два пакетика осталось важные их можете выбросить смотрите сосуд полностью чистый ни капли воды не попала туда абсолютно вообще так что пользуйтесь такой схемой будем то есть мы знаем что здесь помещается немножко больше чем пол-литра если залить пол-литра жидкости то еще сантиметр сверху пустого места остается это так и надо чтобы не разлить не запачкать ничего вокруг вот показал вам что вам еще показать размеры показал вес этой чашки давайте измерим сколько эта чашка маринелли или сосуд маринелли называют сколько она весит сколько здесь пластика вес восемьдесят восемь с половиной грамма а здесь вода просто есть в общем они прям на заводе ляли их очень точно все восемьдесят восемь с половиной грамма разбежность там 300 миллиграмм но это мизер вообще то есть третья часть грамма разница и это могла пыль просто нападать и все они то есть идентичны идеально одинаковые все полностью вылитые на заводе во времена ссср тогда очень качественно делали и там строгая была браковка видно все как две капли воды что вам еще показать по этой поэтому сосуду маринелли если будете мере в сосуде маринелли это считается именно правильный геометрический замер правильный и по технологии измерения удельной активности которые есть написано в интернете должны быть все параметры какой кристалл размеры сосуда маринелли если вы соблюдаете все эти условия защита вокруг свинцовая какая то вы очень точно будете измерять удельную активность той или иной пробы вот эти сосуды маринелли применяются в спектрометрах рук 91 рук 91 тра 2 а да не называют еще и их другие модификации или для самодельных спектрометров также идеально подходит размер сюда кристалл все кристаллы подходят размером диаметром не больше чем 54 миллиметра все что меньше и 54 миллиметра включительно подходят сюда кристаллы спектром любые ну вот я вам все что хотел показал будут вопросы пишите задавайте обращайтесь пишите пожелания к следующем видео что вы хотите увидеть что вам показать и как делать не надо покажу вот так вот заливать сосуд маринели жидкости не надо потому что загадите радиоактивными веществами свой сосуд будете покупать новый они в магазине не продаются и в интернете их мало так что не пачкайте пользуйтесь так как я показал используйте пакеты целлофановые либо пленку пищевую стрейч пленку либо полиэтиленовые пакеты вот все обзор закончил все показал еще важно кто хочет измерить что-то прислать пробу например люди присылают мне реально каждый день присылает мне люди пробы для замеров гамма спектрометрах ну или любым оборудованием гамма-бета спектрометр альфа спектрометр нейтронный спектрометр или со слюдяными датчиками в свинцовых домиках на лабораторные радиометры либо дозиметрами радиометрами на сцентиляторах различных нужно что-то замерить либо на щечках гиггерах любых газоразрядных слюдиных металлических либо вам нейтронное излучение надо измерить либо с выездом к вам территорию замерить звоните мне это делаю абсолютно бесплатно без своего интереса можно сказать помогаю немножко так людям так что присылайте любые пробы например древесину сейчас люди присылают люди боятся например вот которые живут в киев киевской области там все как знают недавно были пожары чернобыльской зоне отчуждения и в припяти вчера по всей области и житомирская киевская в общем весь чернобыль горел и все знают что там через кпп детятки или иванков и детятки и другие вывезли очень много леса то есть машинами сотнями тонн везли кругляк дерево все это вывезли политики где-то крышевали это все замнялось никто никого не трогал и все это продалось эти сотни или тысячи тонн дерево радиоактивного из чернобыля продалась и разъехалась по украине возможно за границу люди теперь в киеве многие волнуются когда покупают дерево доски и присылает мне на пробу либо щепки либо терсу уже как будет по-русски терса я не знаю кстати по украински будет терса ну то есть опилки опилки очень мелкие как будет тоже просто опилки или там в общем щепки и опилки присылают мереем и также пробы грунта мазки из подоконников в общем весь киев когда горел чернобыль вот это недавно 2020 году то весь киев был в дыму и много пыли с дымом оседала на весь киев то делали мазки салфетками присылали мне для замера в спектрометре это все замерял вот для этого есть у меня гамма-спектрометры и сосуды маринелли свинцовые домики то вы также можете присылать я это делаю все бесплатно проверю любую пробу и плюс вы увидите видео отчет проверку именно вашей пробы на видео я это все покажу и на youtube вы присланную свою посылку увидите и результат полностью бесплатный очень точный это я все продемонстрирую вам на видео так что обращайтесь звоните присылайте ваши пробы грунта продуктов можете присылать и любые продукты сырые какие хотите капусту например накапливает радиацию чернику ягоды грибы чего угодно либо если волнуетесь за участок землю присылайте пробы грунта или пробы дерево можете пробы молока присылать кстати если коровы в киевской области где-то то есть возможность чтобы молоки есть здесь 137 и в печени накапливается там птицы и другое других в общем животных которые там живут обитают в киевской области так что это все есть присылайте не стесняйтесь звоните пишите постараемся вам помочь чем сможем вот и нам будет интересно и вам будет и полезно и бесплатно все спасибо за просмотр вот кстати я покажу как присылают люди пробы вот если хотите в таком виде надо присылать вот желательно в таких пакетиках что все было герметично вот видите вот это что у нас это по моему брусника или что за ягоды потом посмотрю у меня есть все подписано это голубика вроде сушеная большая такая это черника сушеная это малина сушеная прислали это клубника земляника сушеная тоже на замер эти все ягоды сильно накапливают радиацию чернобыльской это смородина смородина сушеная а вот это ежевика возможно было внутри шелковица ежевика как она там может и голубика ну надо смотреть читать вот таких вот пакетиках желательно зип пакете если нет такого пакета ничего страшного присылайте таких вот обычных полиэтиленовых пакетах но завяжите полностью чтобы герметично все было ничего не рассыпали нас вот так выпустите воздух и присылайте новые почты укрпочты как вам удобнее я все померяю поделюсь с вами результатами покажу все на видео и скажу так что черники по украине очень мало чистой практически во всей чернике есть цезий 137 из чернобыля который после взрыва чернобыля разлетелся по всей украине он есть практически во всей чернике 99 процентов всей черники в украине абсолютно даже которые в горах растет там на закарпатье все равно есть цезий это на спектрометры ой на спектрограмме вам все покажу если хотите также в грибах ну грибы не все накапливают ну больше всего белые лисички польский гриб в общем есть список в интернете какие больше накапливают какие меньше тоже большая опасность потому что грибы сильные аккумуляторы радио радионуклидов в основном цезий они накапливают и стронцы если в чернобыле росли ну стронцы только по чернобылю а цезий по всей украине в общем и стронцы это бета-излучатели в гамма спектрометра вы не зафиксируете только бета-спектрометром или бета-радиометрами в свинцовых домиках домиках со слюдиными датчиками значит ну все также пишите какие видео вы хотите новые видеть на канале что вам снять что будет интересно вот я читаю каждый комментарий отвечу примем внимание и возможно как раз по вашему заказу снимем то видео которое вы хотите ну все все оставайтесь на канале ждите новых видео всем пока